Самый базовый инстинкт человека – выжить. И людям, которые более старшие, им страшно. Вот в этом причине. Им страшно за свое потомство. В своем родительстве мы частенько пытаемся детям навязать. Навязать свои ценности, свои представления, свой образ жизни. Живите сообразно своим ценностям и корректируйте их таким образом, чтобы быть самим счастливыми. Это для старшего поколения. И тогда младшие охотно возьмут их у вас. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Трунова. Я семейный психолог, психотерапевт. Специалист в области детско-родительских и супружеских отношений. Я работаю как индивидуально с людьми, так и с семьями. С семьями с детьми и с межпоколенческими семьями. Проблема и конфликт отцов и детей актуальны всегда и будет актуальны всегда. На протяжении многих веков мы его имеем. Значит, есть причина определенная у этого. В чем здесь корень? В том, что самая основная цель, самый базовый инстинкт человека – выжить. И если в данном поколении, в данном контексте страны, мира, люди нашли какой-то способ не разрушиться, выжить, как-то благополучно прожить эту жизнь, у них возникает ощущение, что это единственный возможный способ. Другого они не нашли. А контекст меняется. Любая система, будь то семья, будь то мир, будь то страна, оно всегда находится в развитии. Это основной закон развития гомеостаза любой системы. И, естественно, меняться мир будет. И следующее поколение, приходящее, оно уже не застанет тот мир, который был 20-30 лет назад. Оно застанет другой мир. И нужно будет искать другие способы для того, чтобы выжить. И оно их найдет обязательно. Это поколение тоже найдет. Но это будут другие способы. И людям, которые более старшие, им страшно. Вот в этом причине. Им страшно за свое потомство. Что тот способ, который ищут дети, он не приведет к выживанию. На самом деле глубинно мы боимся за них. И поэтому возникает раздражение, злость, попытка поставить детей на те рельсы, на которых мы были сами. Да, детей любого возраста, я имею в виду, хоть им 50, хоть им 30, этим детям. Мы пытаемся им свой способ выживания преподнести. Нас может раздражать о том, как они мыслят, какие у них ценности, на что они опираются в своих выборах, какие способы они выбирают для достижения своих целей. И нам больно, прям физически больно смотреть на то, как они по-другому это делают. Нам страшно и больно. Поэтому есть конфликт, и он будет всегда. И в общем-то в любой системе возникает этот конфликт, в любых поколениях возникает конфликт, если система ригидна. Что это значит? Если мы очень трудно берем другую точку зрения. Если мы жесткие в своих представлениях, если мы не можем быть толерантными, гибкими, дать попробовать, быть более мудрыми, то мы, естественно, будем жестко навязывать. И тогда неизбежен конфликт. И в этом контексте очень важно еще сказать про сепарацию. Про то, что если мы держим в своем уме, в своей памяти, в своих целях, что мы должны ребенка вырастить таким образом, чтобы он встал на ноги и был независим от нас, и делал свои выборы, совершал свои выборы, не соотносясь с нами, и мог разгрести последствия своего выбора, и выжил таким образом, то мы будем помнить о том, что это делается не в 18 лет, это делается с самого начала. Мы даем человеку делать свои выборы, получать свои результаты. Иногда результатом бывает боль, от которой мы пытаемся детей уберечь или себя уберечь. Но на самом деле боль — это тоже такой двигатель прогресса, это тоже та мотивация, которая ведет человека к развитию. И детей уберегать от боли не стоит, как от физической, так и от эмоциональной боли. Мы должны оберегать младшие поколения от разрушения, от физического и психологического разрушения, если воздействие на них сильнее, чем ребенок может выдержать по возрасту. Если мы говорим с вами о выросших людях, 18+, то это уже не дети. Мы должны себя убрать из этого. Вот мир, вот ребенок. Мы буфером здесь можем быть, пока ребенок маленький. Он должен становиться все тоньше, тоньше, тоньше. И к тому моменту, как человек становится психологически взрослым, мы должны полностью убраться оттуда. Тогда никакого конфликта не будет. Это уже не наше дело, какие выборы будет совершать человек и как он будет с этими выборами потом разбираться. В своем родительстве мы частенько пытаемся детям навязать. Навязать свои ценности, свои представления, свой образ жизни. И мы должны понимать, что любое насилие, оно будет встречать сопротивление. Ценности человек усваивает из своей родительской системы, там, где он был ребенком. Самый лучший способ передать эти ценности, это жить так и быть счастливым, базируясь на этих ценностях. То есть, если мы имеем какие-то ценности, представления и сами находимся в состоянии невроза, в состоянии жертвы, в состоянии мучений каких-то, то, соответственно, ребенок не возьмет это у нас, потому что у него инстинкт самосохранения. То есть, если ты опираешься на свои ценности и несчастлив, зачем я их буду брать себе? И, соответственно, я буду примерять другие ценности из других систем, из других отношений, для того, чтобы найти счастье, найти радость. Поэтому живите сообразно своим ценностям и корректируйте их таким образом, чтобы быть самим счастливыми. Это для старшего поколения. И тогда младшие охотно возьмут их у вас. Если ребенок, там, 18 лет, или, там, 30 лет, да, человек, вышел из родительской системы и понимает, что ему эти ценности не подходят, он имеет право взять другие ценности и на них базировать уже свои отношения. И тогда здесь вопрос границ встает опять. То есть, здесь не нужно ничего доказывать. Просто бери и живи так, как ты решил. Вопрос в том, когда ребенок из вашей системы семейной выйдет, из родительской, и если порушено доброе, теплое, заботливое отношение, в угоду, да, каким-то принципам, вопрос, захочет ли этот взрослый ребенок вообще заходить с вами в эмоциональный контакт. То есть, то, что мы можем дать взрослому человеку, это только пространство. Когда он, набив своих шишек, когда он, совершив свои какие-то выборы, получив боль или получив радость, он приходит к нам и рассказывает о том, что с ним происходит. И здесь вот очень важная штука, которую я хотела бы рассказать. Как присутствовать, как давать это пространство молодому поколению, чтобы оно захотело к нам прийти и рассказать о том, что с ними происходит. Прямо начинайте действовать по схеме, потом она зайдет в вашу жизнь, и вам будет легко общаться с детьми. Ну, с детьми в смысле, с большими детьми, с маленькими детьми. Когда человек к вам пришел о чем-то рассказать про себя, что с ним произошло в хорошем состоянии, в состоянии страха или в состоянии злости, или в состоянии радости, стыда, горя, чего угодно. Первое, что вам нужно сделать, это спросить его, как тебе было в моменте, когда это происходило с тобой. Что ты чувствовал, что ты думал, чего ты хотел, а как он, а как ты. Расспрашивать, не просто молчать, не советовать, не осуждать, не критиковать, а просто давать пространство. Потом спросить человека, как он сейчас про это чувствует, про то, что было тогда. Как ты сейчас чувствуешь? Тебе еще так же больно? Тебе так же страшно? Или ты уже поспокойнее? Если тебе так же страшно, ты мой хороший, я тебя принимаю с этим, и со злостью, и с горечью, и со всем. Следующий этап, спросить человека, что ты планируешь, мой дорогой, делать с этим? Какие у тебя есть идеи, мысли, да? Что ты сам планируешь? Ты на ножках стоишь уже сам, ты большой. Что ты планируешь с этим делать? Даже если ему 4 года, а не 44. Что ты планируешь с этим делать? И только последний вопрос, могу ли я чем-то тебе помочь? Чем я могу быть тебе полезен? Советом, делом, с кем-то поговорить, что-то спросить, денег дать там, не знаю, да? И тогда общение наше с нашими взрослыми детьми и с нашими маленькими детьми, оно будет экологичным. Мы просто будем давать пространство. Если на планете есть хоть один человек, который готов тебе дать такое пространство, то ты не уйдешь из этой жизни просто так легко. Ты будешь стараться цепляться за нее и искать свои способы решения. Вопрос в том, стоит ли доказывать свою точку зрения человеку или родителю, или другу, который имеет противоположную точку зрения. Доказывать, стоит ли? Я считаю, что не стоит, потому что каждый человек имеет свое право на свою точку зрения, на свою картину мира. Если у нас человек не готов слышать и принимать с нашей точки зрения, то стоит себе задать вопрос, а зачем мне это? Зачем? Потому что, если ты взрослый и он взрослый, нет никакого смысла переубеждать друг друга. Живите с разными точками зрения. А если ты доказывать продолжаешь, то из какой своей части ты доказываешь? Вот младенцу, ему важно, чтобы родитель его принимал, а взрослому человеку уже не так это важно. То есть, если там не получается разговаривать, не получается донести, тебя не готовы слышать, то зачем ты это делаешь? Для чего тебе это нужно? Посмотри, может быть, ты сейчас детской частью своей повернулся к родителю, пытаешься, или подростковой, пытаешься доказать, или детской, пытаешься прогнуться под него. Да, если взрослый-взрослый, то это уважение и точек зрения друг друга. Если этого нет в отношениях с родителями, то через это пройти, это, знаете, личная терапия, наверное, и тех, и других нужна, чтобы научиться быть толерантным к мнению другого человека, даже если это твой ребенок, и перестать бояться за него. Опять во главе угла страх наш и злость. Так, если конфликт интересов есть со старшим поколением, или мы прямо находимся уже в моменте конфликта, когда уже все ругаются, когда все расстроены, когда все злые. Ну, собственно говоря, рецепт один – успокоиться, выйти из контакта, успокоиться, попробовать еще раз не на эмоциональном уровне, с запросом на посадку «Папа, мама, готов ли ты со мной обсудить именно вот этот вопрос? У нас с тобой разные точки зрения, можем мы с тобой об этом поговорить?» Если родитель говорит «Да», то мы садимся и разговариваем, что «Я хочу, чтобы ты меня послушал, просто выслушал, просто услышал, не критиковал, не обесценивал родителю сказать об этом и ребенку сказать об этом, смотря откуда инициатива идет». Если родитель не готов в этом вопросе идти навстречу и выслушивать твою точку зрения, то это его право сказать «Я уважаю твой выбор, мы можем и не разговаривать об этом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова